В Ненинском округе подвели итоги регионального конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019». Всего ребятам предстояло пройти несколько испытаний, знания правил дорожного движения, навыки оказания первой помощи, фигурное вождение велосипеда и творческий конкурс. Кстати, завершающий этап проходил сегодня на базе средней школы номер 5. Его победители отправятся на федеральный этап конкурса в город Казань. О том, для кого «Безопасное колесо» стало счастливым, расскажет Любовь Пермякова. Сегодняшняя встреча – финальная точка большого путешествия в мир безопасности дорожного движения. Ребята проходят творческий конкурс «Велосипед выбирай, ПДД соблюдай». Участникам команды юных инспекторов движения из пятой школы Кирилла Яковлева и Елене Артеева еще предстоит выступить перед другими юидовцами и компетентным жюри. Программу своего выступления они не держат в секрете и с удовольствием делятся с нами. Я буду выступать за такого сначала необразованного, то есть буду удивляться, для чего вообще нужны правила. Но потом я стану хорошим после песни и тоже буду говорить про то, что надо соблюдать правила, чтобы не ходить с синяками. Да, волнуюсь, чтобы не забыть слова, ничего. Я в роли инспектора дорожного рассказываю про ПДД, про все, как нужно ездить правильно, то, что эти правила простые, их нужно соблюдать. Ребятам есть за что побороться, ведь лучший из них отправится на всероссийский этап конкурса, который пройдет в городе Казань. Конечно, интересно, познаваемое. То есть уровень высокий, то есть всероссийский – это достаточно высокий уровень. Дети видят, насколько это все серьезно и сложно победить на таком уровне. То есть все регионы России участвуют дети со всей страны. За эти 19 лет только в отдельном виде соревнования, то есть фигурное вождение, раза три мы были победителями, десятку лучших ходили. Наши условия немножко северные, они не дают такую возможность детям готовиться так основательно, потому что у нас нету открытых площадок, где дети бы действительно откатывали. Напомню, мероприятие проводится с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних. В этом году в конкурсе приняло участие семь команд из города, поселка Искатели и Нель Миноноса. Золото досталось юидовцам из четвертой школы. Любовь Пермякова, Антон Выдряков, Телеканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!